По традиции День Учителя в политехническом педагоге отмечаются своими наставниками. Спустя 30-40 лет трудовой деятельности учителя-ветераны продолжают навещать любимый техникум. Здесь они всегда в особом почете. Вы действительно стоили у стока в становлении системы профессионального образования. Не той старой, которая родилась в 30-е годы, а той, которая обязана своей славой от тех пятилетких великого труда, которые были в Советском Союзе. Вот эти золотые, послевоенные 50-е, 60-е, 70-е годы, когда наша промышленность, когда наша наука, когда наша экономика была, если не ведущей по второй мере, вы именно стояли в тех способах. Вы потрясающе замечательные люди. Вы испытали в себя вот ту школу советского воспитания, когда люди работали действительно не за деньги, а вы прислали. И хотя нам в последнее время говорят, что педагогики не заработают, необходимо идти в бизнес, если хотим заработать, педагогики не работают, люди не с вами. Да, на дороге и работают люди не с вами. И прежде всего это аксиома, которая сформировалась у нас в 79-е годы. Дорогие ветераны, я думаю, эти аплодисменты и ваши аплодисменты. Бурные аплодисменты заслужили еще 48 педагогов техникума. Многие из них верны профессии с первых дней открытия учебного заведения. В 78-м году техникум открылся, 70 училища было. Профессионал технического училища номер 17. Работала я мастером также производственного обучения. Были у меня девочки в ТУ, то есть техническое училище. Один год они всего обучались. Обучала я их ткачение у меня были для КСК. А потом, ну так, по стечению обстоятельств, мне пришлось уйти на какое-то время. Ну и в 2000-м году я вернулась обратно. И вот уже работаю по сегодняшний день. Сейчас у меня мальчики, слесарь по ремонту автомобилей. Я с ними занимаюсь. Дети приходят разные, каждому надо найти подход, с каждым надо какое-то общение другое. Ну, не одно и то же. Когда приходила группа, всегда я очень волновалась. Я сейчас волнуюсь, тогда я волновалась, что какие дети будут, как мне с ними себя вести, как мне к ним подход найти. Ну, нормально было всегда. Всегда находилась, всегда группы хорошо выпускались у меня. Выпуски были хорошие. Каждый год педагогический коллектив выполняют молодые специалисты. Два преподавателя политехнического отмечают День учителя впервые. Елена Язапенко спустя 20 лет работы в правоохранительных органах решила стать учителем. Наступает такое время, когда хочется своими знаниями, своим накопленным опытом поделиться с подрастающим поколением. Это огромное терпение, это любовь к детям, это огромная доброта. Но все-таки здорово. Вы не жалеете? Нисколько не жалею. Мне действительно это очень нравится. В ряду молодых специалистов техникума Юлия Панкратова. Кроме экономических и банковских дисциплин, у начинающего педагога появился и свой класс. Это тоже, конечно, здорово и интересно. Мы ведь ближе, близко знакомимся с детьми, с их семьями, с каждым студентом в нашей группе. Участвуем в общественной жизни техникума. Коллектив однозначно здесь очень дружный. И я бы хотела вообще выразить огромную благодарность всем коллегам и администрации нашего политехнического техникума. За их поддержку, за их помощь, за их понимание. Мне кажется, без этого я лично не знаю, как бы я справилась, поэтому огромное спасибо. Конечно, в свой профессиональный праздник учителя получают множество теплых слов и поздравлений. Но главный подарок для них – внимание и благодарность тех, кому их труд посвящен.